Олег, что за хуйню ты нам скинул? Серьезно, он это даже зачитывать не будет? Твою налево, хуй так сложно Сука, точно Субтитры сделал DimaTorzok Блин, ну это крайне сложный контент для реакций Кстати, насчет того, что если там про обиды на девушек и так далее, это только работает в сторону девушек, которые красивые в общественном понимании красоты Ну да В популярном понимании На самом деле, если ты девушка или девочка, не в общепринятом понятии красоты к тебе будут относиться хуже, чем к парню, потому что она какая-то девчонка, а парень же свой мужик Ну да Блядь, чисто я, когда в школу пытаюсь попасть после звонка Ну впустите, пазязя Пытался Уже давно не пытаюсь Боюсь, в данный момент меня даже запустите, пазязя туда не пустят Ну как сказать, как сказать Нормально прочесть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Благо, это география Просто живо, что у нас самый сложный учитель, если бы учить эти географии Слишкомamped С� SCI Сresгнули География География ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Костя класса, который в любую хуйню врывается, такой, блин, за что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это чисто был диалог у Олега и Влада. Да. А ты еще не поняла? Это просто история Олега и Влада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, вейпил. Да он не курил, он вейпил, походу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Валерия. Кар, говна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это один раз проебешься, и все, тебя всегда во всем подозревают. Это жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так я один раз пришла без формы, и всегда потом была понаблюдана. Пока я не закончила школу, блин! Благо ты не пришла голая, а то вы всегда думали, что ты приходишь голая, даже когда ты одета. Я была одно время максимально незаметной, потом стала максимально заметной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Я помню, это такой фемориалис нашей школы, когда мой одноклассник закусился с моим парнем, и он ударил первым, и у моего парня тогдашнего пошла кровь из носа, и тот, естественно, решил сдать сдачи, и тут нарисовались щеля, и как вы думаете, кто был виноват? Тот, кто пострадал, или тот, кто атаковал? Обвинили пострадавшего. Да! У неё кровь из носа хлещет, но, конечно же, он виноват. Такое было! А этот мудак, наверное, был сынок какого-то из учителей, или ещё что-то? Да нет, ну просто говно на палочке. заебись то есть он говно на палочке все знают что он говно и тем не менее обвинили того кто не говно на что там руки успели поднять а не шнешком не кинули это работает только если пострадавший симпатичная популярная тянка и 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 У меня была теория, что надо было каждый год сдавать фонд школы, а фонд школы это, короче, просто заначка, которая была нужна деревку на ремонт Волги Суровый деревенский школа Ребят! Тщательно! Жопа писюна Блин, меня хуитель в истории школы Да В принципе, интересно Но Как по мне, стоило бы сделать Как минимум Как минимум Сделать текст медленней Он пролетает слишком быстро Я читаю не быстро Ну ладно, я в большинстве случаев успевал Но иногда проебаю А я думаю, есть люди еще, кто медленнее читает И каждый раз стопать Это геморройно А вообще, в идеале, да Должна быть озвучка И это будет смотреться лучше, приятнее и интереснее А так, ну Забавная идея Забавная Но все же довести ее до ума не помешало Спасибо за просмотр Надеюсь понравилось и было интересно До скорой встречи Пока